Город-спутник может стать территорией опережающего развития. Реализацию комплексной программы Чувашской республики на 2020-2025 годы в разрезе самого молодого города-региона обсудили в режиме видеоконференц-связи. Самый молодой и перспективный Новочебоксарск имеет колоссальные шансы для развития. Напомним, Чуваша в этом году подала заявку на создание в городе-спутника экономической зоны с особыми льготными условиями. Сейчас документ на рассмотрение Минэкономразвития России. Что же подразумевает под собой этот юридический статус? Это, во-первых, и, наверное, это основное, преференции для резидентов, налоговые льготы. Льгота по налогу на прибыль 5% в первые 5 лет, 12% в вторые 5 лет, обнуление налога на имущество и земельного налога и очень такие комфортные ставки по страховым взносам во внебюджетные фонды. Территория опережающего социально-экономического развития – это более 1 тысяч новых рабочих мест и не менее 10 миллиардов рублей инвестиций для реализации новых проектов. Потенциально резиденты уже заключили соглашение. В этом реестре 16 организаций. Фонд готов за собой взять ведение единого реестра резидентов, которые заявляются. Мы уже начали эту работу. Резиденты, которые заявились по экотехнопарку, мы с каждым из них даем свой опросник, собираем всю информацию, потребность в инфраструктуре, объем инвестиций и, соответственно, мы тут же предлагаем им все те меры поддержки, финансовые и не финансовые, которые есть в распоряжении фонда и других институтов поддержки. Всего в пятилетнюю комплексную программу развития города вошли 17 проектов инфраструктурной направленности и 12 коммерческих проектов. В ходе совещаний поступили новые предложения. Так, глава администрации города Ольга Чепрасова выступила с предложением включить комплексную программу развития реконструкции электросетевого хозяйства в лагере «Звездочка», ремонт водоочистных сооружений, тепловых сетей и модернизацию оборудования береговой насосной станции. В городе есть два крупных земельных участка, представляющих собой инвестиционные площадки площадью 120 и 180 гектаров, соответственно, которые мы предлагаем потенциальным инвесторам. В случае проведения к этим участкам инженерной и коммунальной инфраструктуры и включения создания на территории города территории, обережающего социально-экономическое развитие, привлекательность этих земельных участков, безусловно, возрастет. В следующем году, наконец, заработает кордодром. Там будут заниматься ребята-авиамоделисты. Средства в размере 290 тысяч выделило предприятие «Росгидро». В Рио главы держат этот вопрос под контролем. В ходе обсуждения было высказано достаточно много новых вещей, которые не были обозначены в программе и, прежде всего, в области жилищного строительства и строительства инфраструктурных объектов и социальных объектов в новом микрорайоне, жилом микрорайоне. И все это, конечно же, будет учтено. И программа наполнится совершенно новыми подходами, которые, с одной стороны, обогатят программу развития города Новочебоксарска, с другой стороны, создадут новые возможности для развития бизнеса и, конечно же, направление изменения условий жизни в нашем городе-спутнике. Именно комплексная работа станет драйвером развития Новочебоксарска. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин